Гражданский конфликт не обязательно начинается с целью разделения страны. Есть пример Сирии и Ирака, где два сложных государства с сотнями народностей и десятками религий игиловцы наоборот пытались объединить в Халифат с одним респоведанием и одним центром. И когда американцы создавали игил с такой вроде бы объединительной идеологией, они заранее просчитывали, что никакого единого государства на Ближнем Востоке не будет, а вместо этого нарушится баланс и начнется многолетняя резня между разными центрами. Поэтому идея народного единства не должна противоречить реальной расстановке сил, которая складывалась на конкретной территории веками. Иначе эта идея будет работать против государства. Страны Восточной Европе в этом плане более простые, но даже спокойную Беларусь нельзя назвать моногосударством, то есть страной с одной религией и одной главной нацией. Такую ошибку в свое время совершили поляки, когда по рижскому миру им отошли территории Западной Беларуси и Украины. Их идея была в том, чтобы полонизировать местное население, стирать различия, вводить поражения в правах и ставить на управление не местных, а поляков. Пока Польша не вступала в военные конфликты, такое давление было возможным. Но как только началась Вторая мировая, насаждаемое единство обернулось тем, что восточная часть Польши отказалась защищать польское государство. Более того, немцы легко вербовали себе агентов из белорусской эмиграции или из бандеровцев, потому что все они были настроены антипольски. В современной Польше считается, что объединение Беларуси – результат советских подрывных действий, а не ошибок польского правительства. Но в реальности было наоборот. Именно агрессивная полонизация Западной Беларуси породила особую советскую политику в Восточной Беларуси, где выдвигались местные кадры. С господдержкой развивалась местная культура и язык, что создавало яркую альтернативу для населения Западной Беларуси. Не только для населения, но и для эмигрантских организаций, которые самораспустились и признали белорусское государство на советской основе. То есть народное единство достигается неравнением всех под одну гребенку, а когда разные группы внутри государства и вне его признают ведущую роль какой-то одной группы, а та гарантирует их права. Это, к слову, пример той же Югославии, Ливии, Сирии, Ирака до войны. Все имели сложную национальную, иногда даже племенную структуру, но внутри себя не воевали, пока там была сильная власть. Сегодня таким сложным государством является Иран, который также качает по национальному признаку. Поэтому идею народного единства не нужно понимать упрощенно. Якобы мы были испорченными поляками или каким-то якобы искусственным советским проектом, а теперь появилась новая общность, где ни у кого нет никаких различий. Нет, единство – это объединение вокруг правящей группы, которое гарантирует всем людям, независимо от национальности, вероисповедания, происхождения, дохода, мир и стабильную обстановку. А для этого монопольно проводят внешнюю политику. Нам же навязывают вариант, когда настоящие белорусы сидят в Вильнюсе и Варшаве, и якобы их руководителей Запад признает, а нас нет. Для чего в ход идут санкции, перекрытие границ и постоянное провоцирование конфликта с русскими внутри страны? Вы должны выйти из союзного государства, а до этого момента мы будем ориентироваться на вашу прозападную часть, даже если таких будет 1%. При этом они хорошо понимают, что потолок проамериканской оппозиции даже до СВО был на пике 15-20%, а сейчас он примерно раза в 2 меньше, потому что люди, на примере Украины, увидели, как гражданский конфликт двух непримиримых групп превращается в полноценную войну. Сегодня такой войны не хочет ни одна национальность и религия внутри Беларуси. Русские, белорусы, татары, украинцы, поляки, православные, католики. Более того, наша страна в рамках СНГ сегодня возможна самая успешная модель совместного мирного проживания разных народов, потому что в той или иной мере даже у наших союзников отношение к русским и русскому языку со временем менялось. А гражданский мир имеет очень много скрытых факторов, по которым постоянно нужно работать, не только в праздник, но и в будни. Этническая преступность, каналы наркотрафика, коррупционная группа в приграничье, контроль рынка труда и трудовой миграции, отсутствие жертвенчества в экономике, когда можно получать пособие и не работать. Поэтому в нашу страну приезжают те, кто хочет мирно трудиться, а не те, кто едет в отпуск из горячих точек, чтобы получить убежище и набраться сил. Конечно, большая часть это всегда обычные люди, которые бегут от войны, беженцы. Но если где-то, неважно в СНГ или в Евросоюзе, формируется диаспора, то по внутренним связям в нее будут проникать радикалы. Вторая национальная проблема, которая стоит перед Европой и которой нет в Беларуси, это колоняльное прошлое. Европейцы при всем желании не могут ужесточать меры против диаспоры, потому что в 70-х годов европейская экономика плотно завязана на дешевую рабочую силу из колонии. Отсюда странные теории, типа мультикультурализма, когда картину изменить нельзя, значит ее надо принимать как есть. Вот на кадрах убийца Брейвик. Это тоже не про народное единство и не про Беларусь. Мы, наоборот, постоянно работаем над межнациональными отношениями и контролируем их. Если Запад пытается делать ставку на какую-то отдельную группу, этому тут же начинается противодействие. Президент недократно говорил, что белорусские поляки – это наши поляки. Вплоть до самых высоких постов у нас люди с польскими, татарскими, украинскими, русскими фамилиями, чего давно нет в современной Литве, Латвии, Польше. Происхождение и национальность у нас не являются преградой для карьеры. Но нет и обратной дискриминации, как на Западе, когда во власть специально вводят квоты из уменьшенных меньшинств – расовых, половых, религиозных и прочих. Поэтому главная прикладная задача, которую решает День народного единства – это показать внешним игрокам невозможность терроризма, экстремизма и сепаратизма в Беларуси. К сожалению, отдельные лица внутри правящей группы в Польше до сих пор рассматривают вариант установления контроля над западной частью нашей страны. Этот контроль может быть непрямым через экономические связи, трудовую миграцию, католическую церковь, образование, польские школы, поддержку диаспоры, так и прямым через выдвижение территориальных претензий и непризнание белорусской власти. Сегодня они говорят – мы признаем ту власть Беларуси, которая обеспечит польские интересы, а всех интересы – антироссийские и антибелорусские, что в военной сфере, что в экономике. Но при этом уже не будет ситуации, как во Вторую мировую, когда карту Европы быстро краили. Обычно начинается локальный внутренний конфликт, в нашем случае неважно на юге страны или на западе. А дальше, если граница открыта, начинают убегать капитал, мозги, квалифицированная рабочая сила, активное население. То есть Польша хочет получить все плюсы от войны, сама не вступая в конфликт, а наше государство – связать постоянные внутренние проблемы, чтобы мы тратили ресурсы на боевые действия, а не на благосостояние населения. И только в самом конце такого ограниченного конфликта доходит до территориальных изменений, когда уровень жизни в отдельных областях падает настолько, что эта разница очень заметна с соседним государством. И люди готовы принять любую власть, которая наведет порядок и будет их кормить. Украина идет как раз по этой дорожке. Там сегодня уничтожено до 70% мощностей генерации электроэнергии, а остальные 30% – это три АЭС, которые в любой момент могут быть остановлены. В таких условиях не может работать многоемкая промышленность, нет нормальной работы, нет света и ЖКХ зимой, а значит люди при любом развитии событий все равно будут уезжать. Второй вариант, которому подталкивают Россию – это применение ядерного оружия, причем не по Лондону и Вашингтону, а по ближайшим к нам территориям. Понятно, какие будут последствия. То есть отток капиталов и людей начнется уже в целом из Европы. Поэтому народное единство в Беларуси – это сегодня гарантия не только внутренней стабильности, но и внешней. Иначе будет запущена цепочка событий, которая переведет к полной разбалансировке всего региона. Ну а с вами был Андрей Лазуткин на выпуск «Занимательная политология». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова